КОНЕЦ 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 Основная цель нашего бизнес-форума – это ознакомить с проектами и с теми компаниями, которые приехали в Кыргызскую республику, именно в целях изучения инвестиционных возможностей и торговых возможностей в нашей стране. Наша цель сегодня – найти общие партнерские отношения между кыргызстанскими и американскими компаниями. КОНЕЦ Надо бы сразу отметить, что данная торговая миссия организована совместно Американо-Кыргызским деловым советом, который был у нас основан в 2016 году, в месяце августе в Вашингтоне, Ди-Си. Данный совет был создан благодаря трем основателям – это именно компании-лидеры, как Бекер МакКинзи, Генерал Электрик, а также корпорация АККО. Но у нас в торговой миссии сегодня присутствуют также представители других больших корпораций американских, также у нас представлены компании именно малого и среднего бизнеса. Сегодня мы хотели бы после приветственных речей обязательно ознакомить с продукцией, услугами которой предоставляют наши партнеры. Вот именно наша торговая миссия пробудет в Кыргызстане в течение двух с половиной дней. Вчера мы стартовали, был первый день. Во время первого дня у нас были встречи с представителями государственных органов именно в сфере энергетики, сельского хозяйства, образования и также информационных технологий. Также у нас были встречи именно с представителями международных финансовых институтов, которые больше в расширенном формате рассказали про возможности именно финансирования малых, средних и крупных бизнеса. Сегодня же у нас в рамках бизнес-форума мы хотели бы также организовать B2B-стрич именно с частным сектором. Я бы хотела в первую очередь поблагодарить правительство Кыргызской Республики, также поблагодарить Министерство иностранных дел, которые в свое время присутствовали при создании данного совета в Вашингтоне и Ди-Си, также Министерство экономики, агентство по продвижению инвестиций и экспорта Кыргызской Республики, также посольство Кыргызской Республики в США, посольство США в Кыргызской Республике, также всех наших партнеров, которые содействовали именно реализации данной торговой миссии. Я бы хотела пригласить для приветственной речи Исаакова Сапарджу Макадыровича, руководителя аппарата президента Кыргызской Республики. Уважаемые участники форума, уважаемые дамы и господа, искренне приветствовать, рад, очень рад сегодня всех приветствовать здесь. Я думаю, сегодня необычный день, уникальный день, потому что сегодня у нас, можно сказать, пишется история, и впервые в истории наших кыргызско-американских отношений проходит Кыргызско-американский бизнес-форум. Впервые в истории. Я думаю, надо этот день запечатлеть. И вот как Зарина Чекербаева сказала о том, что вот три компании-основателя, которые являются основным виновником до сегодняшнего мероприятия, я думаю, мы должны поблагодарить компанию General Electric, АККО и Беккер Маккензи за то, что в 2016 году вот этот деловой совет был основан, и мы вас очень благодарим, низкий вам поклон. Давайте поприветствуем наших гостей, да? Спасибо вам большое. И я думаю, с вашим приходом в Кыргызскую республику и проведением сегодняшнего мероприятия, я думаю, появится очень большой интерес к нашей стране, потому что вы компания-лидеры в своих секторах, и я думаю, сегодня за нашим мероприятием отслеживают очень многие известные, разные, в том числе высокотехнологичные компании. Это здорово, и это должно нас всех радовать. Когда вот мы сейчас буквально обменялись мнениями в течение нескольких минут, я понял, что представители этих компаний очень серьезно настроены, очень серьезно настроены. Поэтому я хотел бы призвать моих коллег, руководителей министерств, ведомств, представителей бизнеса нашего, представителей общественных организаций о том, чтобы мы не завершили наше красивое мероприятие сегодняшним днем, но чтобы мы активно вовлеклись в переговорный процесс, могли наметить планы на будущее, и, может быть, сделали какие-то планы, которые могли бы лечь на бумаге, что мы будем делать после сегодняшнего бизнес-форума, какие действия мы будем делать. И я думаю, в этом контексте нам бы хорошо помогли наши посольства, это наш посол Хадыров, Тухтагулов Хадыр, и посол Соединенных Штатов Америки, госпожа Гволдни. Я думаю, вот и через ваши каналы мы могли бы очень активно поработать. Я хотел бы еще особо отметить, уважаемые коллеги, о том, что вот есть такая статистика, что Кыргызстан входит в топ-25 стран мира в последние 10 лет с объемом торговли 130-140% от ВВП и стабильно является лидером по данному показателю среди стран, которые не имеют выхода к морю. Вы просто задумайтесь, что мы, страна, которая находится в тупике, тем не менее не стоим на месте и показываем такие результаты. Нам нужен небольшой толчок для того, чтобы страна могла уже быть, скажем так, страной, которая будет являться лидером в инновационной сфере, лидером в промышленной сфере. И я хотел бы особо отметить, я знаю, что каждая страна говорит об этом, лидеры, руководители об этом говорят, но я хотел бы сказать о том, что самое большое богатство в нашей стране – это человеческий капитал, люди, которые живут в этой стране, люди достаточно образованные и которые имеют навык к тому, чтобы быть востребованным тем профессиям, которые будет требовать мир сегодня и через несколько лет. Когда мы разговаривали с представителем General Electric, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, что нужно думать о будущем для того, чтобы, ну скажем, быть успешным и быть лидером в той или иной сфере. Он абсолютно прав. Мы должны думать о будущем, уважаемые друзья. И в этой связи я хотел бы напомнить о том, что наш президент Алмазбек Шершенчат Амбаев буквально недавно провозгласил и впервые озвучил национальную программу цифровой трансформации «Тазаком». Это вот в иностранных государствах его называют «смарт кантри». Мы хотели бы стать высокотехнологичной страной в течение предстоящих 5-6 лет. И мы хотим, чтобы все процессы, которые будут идти как в межведомственном взаимодействии, так и по предоставлению всех видов государственных услуг, шли через цифровые носители. Чтобы наша страна была более открытой, чтобы она была очень надежной для иностранного партнера. И чтобы иностранный бизнесмен, инвестор, крупный инвестор, инвестор с малыми инвестициями, неважно, чтобы он мог чувствовать, что в этой стране все предоставлено для него. Что государственные органы и вот эта система, которая будет отстроена в предстоящие несколько лет по инициативе нашего президента, она будет, ну скажем так, она выровнит всех и поставит в одну линию. В плане того, что не будет таких привилегированных людей, которые могут заходить с другой стороны к большим государственным чиновникам и решать вопросы. А что все, неважно, большой бизнес, малый бизнес, крупный госчиновник, иностранный политик или там лоббисты с иностранных государств, они будут иметь равные позиции. Для нас это принципиально важно. И вы знаете, что Кыргызстан также ведет и определенные реформы в правоохранительных органах, судебную реформу мы ведем. Вы знаете, что в новой редакции Конституции теперь мы исключили проверки в отношении бизнеса со стороны нескольких правоохранительных органов. То есть я, конечно, извиняюсь, но пусть не обижаются мои коллеги из правоохранительных органов. Им, можно сказать, вырвали зубы, чтобы они не подходили к бизнесу. Но это здорово, потому что создаются условия для бизнеса. Мы хотим, мы четко осознаем и понимаем, что без таких вот решительных шагов мы не сможем развить нашу экономику и благосостояние нашей страны. Поэтому мы четко понимаем, что будущее нашей страны только за инвестициями. Также я хотел бы особо отметить, что Кыргызстан является членом евразийского экономического сообщества с общим рынком 180, ну, уже в перспективе, может быть, уже будет 200 миллионов человек. На самом деле, это рынок очень привлекательный, и если вы становитесь национальным производителем в Кыргызстане, то вы поставляете всю выпущенную продукцию в Кыргызстане во все страны ЕС. Это здорово. То есть, я думаю, вот этот вот определенные, ну, такие особые условия в нашем законодательстве позволят вам заинтересоваться, скажем так, в обложении инвестиций в нашу страну. Я хотел бы особое ваше внимание обратить на этот аспект. Следующий аспект заключается в том, что мы стали девятой страной членом программы ВСП+. Это система преференции Европейского Союза. Это тоже очень здорово. Но я скажу откровенно, что мы пока еще не начали очень активно работать в этом направлении, потому что есть некоторые стандарты, которым мы должны соответствовать. И я думаю, именно вы, уважаемые друзья, крупные американские компании, сможете привести в нашу страну крупные высокотехнологичные компании. И вы также являетесь крупными высокотехнологическими компаниями, которые реально соответствуют самым высоким стандартам качества. Мы ожидаем о том, что вот все возможности, которые сегодня перед нами стоят, они будут открыты в ближайшее время. Потому что Кыргызстан в этом очень сильно заинтересован. Я также хотел бы отметить о том, что сегодня показатели в торговом обороте, в торговых отношениях между нашими странами, я имею в виду Кыргызстан и США, очень низкие. И не соответствуют сегодняшнему уровню нашего сотрудничества. Мы должны поднимать этот уровень. И поэтому я хотел бы, извиняюсь, что каждый раз повторяюсь, хотел бы еще раз обратиться ко всем сегодняшним достопочтенным гостям, нашим представителям крупных компаний, нашим министрам, ко всем, кто сегодня здесь присутствует, о том, чтобы мы очень серьезно настроились к дальнейшим нашим шагам. Что мы будем делать дальше, чтобы мы сделали какой-то план мероприятий. Мы об этом уже договорились, что будет некий план мероприятий, который бы позволил бы нам двигаться очень эффективно. Я хочу пожелать всем удачи, успехов и много интересных обменов мнений. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Также у нас с представителями Министерства экономики, вот именно непосредственно с Агентством по продвижению инвестиций прорабатывали данный вопрос в течение года. Решение было принято в прошлом году, приехать в Кыргызстан, и все-таки решили приехать, и не только приехать, как бы вот, сняли с несколькими компаниями, но также была возможность привлечь очень много компаний, которые именно в сфере информационных технологий. То, что у нас сейчас очень широко обсуждается. Вчера во время встречи с представителями государственных органов, которые были очень продуктивны, были приняты решения, мы очень надеемся, что будет проделана еще в дальнейшем проработа, именно выстроить уже более тесные торговые отношения. Непосредственно была у нас встреча с представителем финансового сектора, именно с представителем Бейкера МакКинзи, мы очень надеемся, что это будет первый результат, большой результат именно в этих отношениях. Я бы хотела для приветственной речи пригласить заместителя министра экономики Аббакира Эльдара Куманвековича. Аббакира Эльдара Куманвекович Миссии Соединенных Штатов Америки. Как ни удивительно, за 25 лет это все-таки первая торговая миссия, хотя мы не раз видели американских инвесторов в нашей стране, но именно официально, как группа, как торговая миссия мы видим впервые и мы отмечаем это событие с особой для нас важностью. Также приветствуем всех участников Кыргызско-американского форума и выражаем признательность посольству Кыргызской республики в США, Американскому Кыргызскому деловому совету, членам Американского Кыргызского делового совета, то есть нашему бизнесу, с Министерством экономики, с нашим госагентством по продвижению инвестиций и экспорта, это уже не первое мероприятие, которое, можно сказать, в форме государственного частного партнерства проходит. Я думаю, все от этого получают пользу. Отдельно хотелось бы поблагодарить присутствующие здесь на сегодня, как мы видим, 9 крупных американских компаний. Стоит отметить, что все эти американские компании, они имеют очень серьезный и богатый опыт, являются конкурентоспособными на мировом рынке и ориентированы на клиентов. И, видя все эти компании у нас в стране, мы верим, что весь этот опыт, все эти знания, они придут в нашу страну. Министерство экономики верит, что сегодняшний форум, он послужит эффективной площадкой для обмена мнениями по дальнейшему продвижению экономического взаимодействия Кыргызской республики и США и даст возможность обсудить перспективы установления взаимовыгодных деловых контактов между нашими бизнес-кругами. Хотелось бы отметить, что действительно, как отметил Сапар Демократович, объем прямых инвестиций из США на сегодня небольшой, составляет всего около 13 миллионов долларов за три месяца предыдущего года. Но все же тренд у нас положительный по сравнению с прошлым годом. Если посмотреть, в какие сферы за последние три года инвестируются компании США, это где-то сфера финансовой деятельности на процентов 70, транспорт и связь, деятельность гостиниц, ресторанов. Те компании, которые мы видим сегодня, они в основном, General Electric, мы хорошо знаем, Coca-Cola, John Deere, они уже давно присутствуют на нашем рынке. И здесь также еще две компании с сельскохозяйственного сектора. И новые компании мы здесь видим, Mobilized Contractions, AS, это новые компании для нашего рынка. Согласно официальным стабданным, товарооборот за 2016 год между Кыргызстаном и США, он составил 154 миллиона долларов, и по сравнению с 2015 годом вырос на 31 миллион долларов. Уважаемые участники, принимая во внимание цели нашего форума, хотелось бы проинформировать вас о проводимой работе, направлении на улучшение инвестиционной политики страны, формировании благоприятной бизнес-среды, совершенствовании процесса привлечения иностранных инвестиций. Кыргызская Республика имеет достаточно благоприятный инвестиционный климат. В рейтинге Всемирного банка Doing Business мы занимаем 75 место. Например, по индикатору открытия компании в Кыргызской Республике мы занимаем 12 место в мире. То есть открыть компанию в нашей стране требуется всего 2 процедуры, 3 дня, и расходы они совсем низкие, можно сказать. В соответствии с инвестиционным законодательством в Кыргызской Республике инвестиционный режим как для местного инвестора, так и для иностранного инвестора, он абсолютно идентичный. То есть у нас предусмотрен свободный вылаз капитала, валютная конвертация. У нас действует наиболее либеральный налоговый режим по сравнению с соседними странами в нашем регионе. То есть у нас НДС составляет около 12 процентов, налог на прибыль 10 процентов. Также, как отметил Сапар Джумагадарович, мы получили статус ВСП плюс в начале 2016 года. Мы имеем право на беспорщенный ввоз товаров в Европейский Союз на более чем 6200 товарных позиций. В Центральной Азии мы единственная страна, кто имеет подобный статус. Также Евразийский экономический союз, как показывает статистика за 2017 год, наши бизнес, наши экспортеры, они уже начали хорошо адаптироваться к условиям Евразийского экономического союза, несмотря на все сложности. И у нас сейчас статистика по экспорту, по торговому обороту. В 2016 году она спала, но в 2017 году мы уже набрали объем 2015 года и видим подрастающий тренд. Так бы хотелось бы заверить всех наших инвесторов, что со стороны Министерства экономики, со стороны Госагентства по привлечению инвестиций и экспорта, мы готовы с каждой компанией инвесторам США работать индивидуально и помогать продвижению их бизнес-инвестиционных интересов в нашей стране. То есть к инвесторам, которые в первый раз приходят в нашу страну и недостаточно знакомы с местными условиями, мы готовы выступить в роли партнера, в роли личного агента. Это основная цель создания нашего Госагентства по привлечению инвестиций и экспорта. В завершении своего выступления хотел бы отметить, что все значимые инициативы бизнесменов всегда находят поддержку и внимание нашим правительствам. Уверен, что многие обсуждаемые на сегодняшнем форуме идеи и проекты, они найдут путь к реальному воплощению. Желаем всем полезного дня. Спасибо. Спасибо большое, Эльдар Хурман Бекович. Как я до этого упомянула, вообще данный Американо-Кыргызский деловой совет был создан благодаря трем большим корпорациям. Это компании Бекер Макинди, корпорации АКК и также General Electric. Я бы хотела пригласить для приветственной речи председателя Американо-Кыргызского делового совета, а также партнера компании Бекер Макинди, Тома Фаерстона. Спасибо большое за возможность с вами встретиться. Хотел бы я в первую очередь поблагодарить местных хозяев, наших местных партнеров из государственных органов, за то, что они организовали эту встречу и дали нам возможность участвовать в нем. Я говорю об этом языке, если это не так, если вы не можете. Это немного, 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 немного. Моя русская речка становится немного, 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 я думаю. Это очень приятно и приятно быть здесь. Я думаю, что наш преседатель здесь очень говорит, что очень важно. И в целом, что один из наших главных преседентов, не нашу преседент, но его предшественники, Абрама Линкольна, он сказал, «Акшенс speak louder than words». И я думаю, что это очень верно. И я думаю, что это имеет реализацию directа к нашей встрече сегодня. Как вы знаете, это не легко приезжать к Бешкеку из Украины. Я, myself, wound up путешествовать около двух дней с коннекцией. Но мы здесь. Американские компании здесь. Мы приехали здесь, потому что мы верим в возможности Киргизистан. Мы сделали это, потому что мы видим много потенциал. И мы были так впечатляться в прошлом году, и мы были так впечатляться с Киргизистаном. И Киргизистаном. И их commitment к нам проделать продуктивные отношения с нами. И мы приехали сюда, чтобы мы продолжаем это отношение. Как уже было написано, в основном, в Украине Киргизистанском Киргизистанском начале года, в следующем году. И это действительно братья из двух людей, Аббассажда Токтагулев и Елена Сон. И они организовали в Украине в Украине of U.S. businesses that might be interested in developing the council and developing better relations and investment in Kyrgyzstan. We met at the ambassador's residence last June, and sure enough, I have to say I was somewhat skeptical that this was actually going to happen, but we developed it. And I remember when Elena asked me if I was interested in being the chairman of the business council, and I, of course, jumped on the idea. I thought, oh, this sounds great. It sounds like fun. I'd love to do something like that. And I had to get authorization from my law firm to do it. And I remember I wrote to one of the senior partners who had to authorize it, and I said, oh, this is a great idea, and they've asked me to be the chairman. I think it's a great opportunity. And I got no answer. I wrote to him again. I got no answer. So finally I grabbed him in the hall in the office, and I said, you know, I've got to get back to them. I think this is a great opportunity. We can develop this relationship, a lot of business opportunities. Do you think the firm is good with me doing this? And he looked at me and said, yeah, I hear what you're saying. But this is Kyrgyzstan you're talking about. Do you really think there's anything there? And I said, absolutely, I think there's something there. And that kind of skepticism, I think, was kind of in the minds of a lot of people who were involved in this, that they were skeptical about whether or not we'd be able to actually develop anything with Kyrgyzstan. But sure enough, we're here. We've created the council just a year ago. In the course that we obviously have our three founding members, GE, Agco, Baker, McKenzie. During the course of the year, we've acquired another member, the American Councils of International Education. And participating also, you see the list of other companies that are participating here today. Some of the biggest U.S. companies, Copacola, John Deere, Hyatt is also participating in this. And that shows just how much commitment and opportunity there is here to develop this relationship. Also in the course of the last year, in addition to creating the council, in addition to acquiring new members, we've had a number of events. In the U.S., we've had meetings with small and medium-sized enterprises. We've had meetings with the international financial institutions. We've had meetings with representatives of the Kyrgyzstan banking and financial sector. And I think that those are all starting to bear results. In addition, I myself came to Kyrgyzstan for the first time in November of last year. And I had a number of productive meetings, including with Zarina and AmCham. And again, I saw how much opportunity there was here. And I had the opportunity also to meet with Mr. Isakov last November. And I remember we talked about doing an event just like this. And he said, if you can get interest from the U.S. side, we will take care of the Kyrgyz side and we'll get the appropriate people from the government to meet with you. And sure enough, that idea has actually turned into reality, as we can see from the very fact that we're meeting here today. This is really a historic event. It's the first kind of trade delegation like this that we've had. But I think we have to be careful not to just pat ourselves on the back too much and just be proud that we've created this and then rest on this event. We have to, as Mr. Isakov said, move this forward and have follow-up and have concrete achievements and follow-up steps so that we can further develop our relationship. I think that one of the most logical follow-up steps would be now for a Kyrgyz delegation to come to the U.S. and we can organize something similar for you there so that we can develop. And I'm hoping that maybe we can develop a pattern where we have these events every year, one year in the U.S., the next year in Kyrgyzstan, in order to keep the dynamic and the contacts and the interactions going. And I think that if we do that, if we commit ourselves to regular contacts, further opportunities will appear. They'll come to everyone's attention and we'll be able to act on them. Before I conclude, I just want to say a couple words about the role of my firm, Baker McKenzie, in the council and what I think that my firm and firms like ours can do. Most of the companies in the council and AmCham are manufacturing companies. They produce something. We don't produce anything except a lot of paper and a lot of opinions. We don't manufacture things. We don't build hotels. We don't, you know, hydropower plants or anything like that. We are a service provider, a consulting company. I think consulting companies have an extremely valuable role in developing the trade relationship here. Among other things, we have a great network of clients. Baker McKenzie has represented probably every significant international company in the world at one time or another. And I think through that network, we can get the word out to businesses about the opportunities here in Kyrgyzstan, let them know what's going on here, and help them, you know, help communicate that message and spark interest. But I think another important role for companies like ours is to break down the misconceptions that I think are inhibiting business relationships between the two countries. When we talk to big American companies, our clients, about emerging markets, not just Kyrgyzstan, Central Asia, other emerging markets throughout the world, they tend to get very nervous about it. They don't know what the country is all about. They don't know what risks are waiting for them there, what kinds of things can go wrong. And so they're nervous, and I think they miss out on a lot of business opportunities that they don't have to miss out on if things are – if they just study the location, if they study the opportunity and structure the transaction in a way to minimize those risks, I think that they can take advantage of these opportunities, which they're not doing right now. And I see our role in helping them to manage those risks and to get them to a level where they are comfortable doing business in emerging markets. We have a great office in Almaty that services all of Central Asia, and my partner, Andre Yorch, from our Almaty office is here today. And we work every day with American companies that are looking to go into Central Asian markets, helping them to do due diligence on their local partners, put proper controls in place, so that they know that their investment will be protected, that their rights will be protected if they come to invest here, and they can go and do it without getting too panicked, without getting worried. I think similarly we can do it to help local companies, Kyrgyz companies, that want to invest in the West. Because, again, when a Western company sees a local company, sometimes they don't know who these people are. They're nervous about doing business with them. We can help the local businesses present themselves to a foreign audience in a way that will give them credibility and just, as I say, break down these misperceptions that are getting in the way of opportunities. And I say this not as an advertisement just for Baker McKenzie, but for all the kinds of law firms, consulting companies that operate in this space. I think that we can really play an important role in bringing companies together and getting each side of the equation to a level where they're comfortable going forward. So I hope that this is just, as I say, the beginning of that process. As Zarina mentioned, we had some very productive meetings yesterday with local banks, and I'm hoping that we'll be able to help them cultivate relationships with banks in the U.S., and that it'll just be a model of how we can move forward. So with that, I'm going to conclude, and I just wanted to once again thank everyone who has made this possible. In the first place, the local government for all of their support. I am Chairman Zarina, the U.S. Embassy in Bishkek, and my old, not old, long-standing colleague, Ambassador Gwaltney, whom I've known for so many years, Ambassador Toktogulov, and his great staff, I've got Zhanabek, who was also essential in organizing this, and our executive director, Elena Sohn. This is, today is really the, you know, as I say in Russian, Zasluge Vot, ich Zasluge, the achievement of everyone who's made a contribution to this. Thank you very much, and let's agree, this is going to be the beginning, not the end of our relationship. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Greetings, if I may, to Ambassador Isakoff, and to Ambassador Toktogulov. I'm thrilled to be part of this historic visit today. The United States Embassy is delighted to help support this conference, this visit, and I'm delighted to be here to join this very enthusiastic and energetic group of American and Kyrgyz business people. I promise to be brief with my remarks, as I know you are all looking forward to hearing from the trade delegation members and working together to forge stronger business and economic ties between our two great countries. Earlier, the deputy minister looked at that list of American companies, and I also look at it with great pride, and thank you for coming here. I look at this banner as well and see the American companies there and know that we're very proud of you and of the great work that you do here in the Kyrgyz Republic and of the great role you play in helping strengthen the relationships between our countries. Since the Kyrgyz Republic declared its independence, the United States has provided over $2 billion in grant funding to support the country's developmental aspirations. Over the past 25 years, our cooperative activities have achieved significant successes in terms of supporting the Kyrgyz people's democratic and human development goals. We've worked together in a broad range of sectors, from business, development, and agriculture, to public health, education, and democratic development. I also want to mention some of the things that are the best part of our country, who are the best part of our country, but I'd like to say it's a part of our relationship to highlight the service system of the Kyrgyz Republic. But, of course, we also bring big value for the future of our country in the future, and the future of our country, and our private relations with Kyrgyz Republic. Наше посольство поддерживает развитие устойчивой экономики рыночной и дальнейшего развития Кыргызстана. В эти дни программы по развитию бизнеса акцентируют внимание на трех направлениях – это туризм, сельское хозяйство и швейно-легкая промышленность. В 2016 году кыргызские компании привлекли полтора миллиона долларов со стороны США. Это огромная солидная сумма для страны нового сектора, который так сильно влияет на экономическое развитие страны. Мы будем продолжать правительство Кыргызстана достижение цели по повышению потенциала туризма и поддерживаем поддержку туроператорам Кыргызстана, которые участвуют в выставках в Мадриде, Стамбуле и других городах. Наша спортивная команда принимала участие во Вторых мировых играх кочевников. Это говорит о взаимоотношении в спорте. И, конечно же, американские международные СМИ также освещают все эти мероприятия. И это дает Кыргызстану уникальный бренд на международной арене. В сельском хозяйстве мы работаем с более чем 30 мелкими фермами и домохозяйствами в самых отдаленных регионах страны. Это поддержка помогает вырабатывать и привлекать новые технологии, что повышает урожайность и урожаи. Я очень рада сообщить, что за последние полтора года мы наблюдали расширение в американской франшизе в Кыргызстане, в частности, в секторах развлечений, туризма, гостиниц, ресторанах и так далее. Мы еще больше коммерциализируем этот сектор, и наш Американский Кыргызский деловой совет является платформой для объединения наших возможностей. И в этом году, в 2017 году, в феврале, мы встречали делегацию постоянных американских бизнес-женщин-лидеров из различных регионов в рамках программы по менторингу и поддержке женщин в технологиях. И мы ожидаем в конце этого года франшизы по гостеприимству, которая также откроет двери. Цель США и Кыргызстана просты и очевидны. Это успех Кыргызской республики. И по этой причине мы считаем, что мощные экономические связи между нашими странами поддерживают не только развитие Кыргызской республики за счет усиления мощи бизнеса, но и устанавливая или создавая позитивные примеры для региона. Мы гордимся тем, что поддерживаем этот бизнес-форум, и мы рассчитываем на наши усилия, направленные на усиление наших экономических связей. Спасибо. 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 Уважаемые дамы и господа, не буду нарушать нашу маленькую традицию, которая уже сложилась за первые полчаса, и начну свое приветствие со слов благодарности в адрес госпожи посла Соединенных Штатов в нашей стране, в адрес нашего посла Соединенных Штатов за организацию сегодняшнего представительного форума. Уважаемые дамы и господа, от имени Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской республики сердечно поздравляю вас и приветствую на Кыргызско-американском бизнес-форуме. Позвольте поблагодарить первую торговую палату и представителей деловых кругов США за внимание к нашей стране и интерес к инвестиционным возможностям нашей страны. Такая представительная делегация, как уже отмечалось выше, впервые посещает нашу страну. Сегодняшний форум дает нам возможность наладить и расширить взаимные контакты и показать возможности для инвестирования в Кыргызстане. Правительство Кыргызской республики уделяет большое внимание вопросу обеспечения устойчивого экономического роста как за счет внутренних ресурсов, так и за счет привлечения инвестиций. При этом вставка делается на развитие энергетики, как локомотивы экономики с приоритетным развитием зеленых технологий. В настоящее время более 90% электроэнергии в Кыргызской республике вырабатывается на семи крупнейших гидроэлектростанциях и эта тенденция будет сохраняться наряду с развитием системы электропередач. В последние годы в Кыргызской республике принимаются меры по строительству новых и реконструкции существующих энергетических объектов. Так, в 2010 году введен в работу первый гидроагрегат Камбратинской АГЭС мощностью 120 мегаватт. И хочу вам сообщить, и вы являетесь свидетелями того, что сейчас уже началась работа по строительству второго агрегата также мощностью 120 мегаватт. В 2013-2015 годах завершено строительство линий электропередач 500 кВт Датка-Кемин и подстанции 500 кВт Датка и Кемин. Кыргызская республика имеет уже определенный опыт сотрудничества с американскими компаниями в области энергетики. Так вот, два перечисленных моих последних проекта реализовывались с участием американских компаний. В 2007-2009 годах компания TD Engineering & Consulting и Aurego Corporation разработали ТЭО обоих проектов за счет грантовых средств правительства США. Весной 2017 года компания General Electric выиграла тендер на реконструкцию от Башинской АГЭС и уже приступила к выполнению контракта. Уважаемые дамы и господа, должен сообщить, что наше сотрудничество с General Electric переходит на новый уровень. Сегодня в рамках сегодняшнего форума мы планируем подписать меморандум о сотрудничестве, соглашение о сотрудничестве. Ну и официально женимся сегодня, да, и будем сотрудничать в дальнейшем уже над другими, более крупными проектами. В настоящее время в Кыргызской Республике продолжается реализация 11 проектов по развитию энергетической инфраструктуры. Реабилитация и увеличение мощности гидроэлектростанций, реконструкция высоковольтных подстанций, проекты по сокращению потери электроэнергии и энергоэффективности. В планах развития энергетической отрасли заложены такие проекты, как строительство Верхнего Нарынского каскада ГЭС, общей мощностью 240 мегаватт и Камбратинская ГЭС, примерно, Камбратинская ГЭС-1, примерно около 1900 мегаватт. Уважаемые дамы и господа, вы все вчера явились свидетелями того, что нами проведем первый в истории Кыргызстана тендер на строительство малых ГЭС. И в рамках вот этого тендера чешская компания «Леглас Трейдинг», вот она явилась победителем этого тендера, было изъявлено желание строительства Верхнего Нарынского каскада. Вот вчера мы и заключили договор о строительстве данной ГЭС. Уважаемые дамы и господа, к сожалению, как я отметил уже выше, сотрудничество с американским бизнесом в предыдущие годы было ограничено единичными проектами. Надеюсь, что по итогам форума компании из США заинтересуются инвестиционными проектами в нашей стране. К примеру, мы приглашаем принять участие в реализации проекта «Касса 1000» по экспорту электроэнергии из Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в Пакистан и Афганистан. Кроме того, американские компании могли бы принять участие в проектах по выработке энергии с использованием возобновляемых источников энергии, которые будут поддерживаться путем предоставления преференцев в виде повышенных тарифов. В заключение, позвольте пожелать Кыргызско-американскому бизнес-форуму продуктивной работы. Уверен, что форум послужит импульсом для дальнейшего развития и укрепления двустороннего сотрудничества между нашими странами. Спасибо. И, по-моему, у меня небольшая презентация. Да, есть? Мне как-то отодвинуться? Помоги мне, надо. Вот так-то надо. Уважаемые дамы и господа, я не займу у вас много времени. Основные моменты, которые мы видим перспективными с точки зрения вложения инвестиций. Государственным комитетом промышленности, энергетики и нитропользования Кыргызской Республики ведется работа по рациональному использованию водно-энергетических ресурсов и развитию энергоэффективности и энергосбережения. Идет процесс либерализации законодательной базы для улучшения инвестиционного климата Республики. В настоящее время активно ведется работа по актуализации соответствующей концепции развития электроэнергоотрасли, которая оплатывает в себе комплекс долгосрочных и короткосрочных мероприятий. Основными задачами в энергетике, вы как видите, у нас являются энергосбережение и достижение энергоэффективности, привлечение инвестиций в строительство каскада ГЭС, развитие возобновляемых источников энергии и усиление георазведочных работ на нефть, газ и уголь, то есть традиционные носители энергии. Общий гидроэнергетический потенциал нашей страны составляет порядка 140 миллиардов киловатт-часов и занимает третье место в СНГ после России и Таджикистана. В настоящее время нами освоено порядка чуть более 10% всего потенциала. Основным мероприятием по развитию энергетики является ввод новых и модернизация существующих генерирующих вырабатываемых мощностей. На реке Нарын можно построить 8 перспективных каскадов, вот вы видите на карте. Из 34 гидроэлектростанций суммарно установленной мощностью почти около 6500 мегаватт. Для информации на сегодняшний день у нас установлено существующих мощностей порядка 3500 мегаватт. На карте указано расположение планируемых нами каскадов. Следующий слайд может быть, да. В целях увеличения потенциала выработки экологически чистой электрической энергии имеются следующие проекты по строительству перспективных ГЭС. Это, как я уже упоминал выше, Камбратинская ГЭС-1 мощностью порядка 1900 мегаватт. Верхний Нарынский каскад ГЭС это 4 ГЭС мощностью порядка 240 мегаватт. Но, как я упомянул выше, мы уже заключили соглашение о строительстве с чешской компанией сегодня. Казарманская ГЭС-4 ГЭС где-то порядка 1150 мегаватт. Сусамырка-Камберинский каскад ГЭС мощностью 1300 мегаватт. А вообще перспективных створов у нас 122 на сегодняшний год. Следующий слайд. Самым крупным и перспективным, я вкратце остановлюсь на крупных проектах, является Камбратинская ГЭС-1. С установленной мощностью 1860 мегаватт. И среднемноголетней выработкой 5 миллиардов 640 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Располагается на самой большой реке Нарын в Кыргызстане. Согласно ТЭО, разработанной консорцией между корпорацией Лавалин Интернешнл Канада и Южный инженерный центр энергетики России, стоимость составляет почти около 3 миллиардов долларов. Следующий слайд, он касается Верхно-Нарынского каскада. Мы уже упомянули, что право строительства выиграно чешской компанией, и они уже приступают к строительству. Следующий слайд у нас является одним из крупных каскадов. Это Сусамер-Купомеренский каскад ГЭС с установленной мощностью 1305 мегаватт. и среднемноголетней выработкой 3 миллиарда 323 миллионов киловатт-часов энергии. Расположен на слиянии Репко-Купомерен и Сусамур. Следующий слайд. Одним из крупных и перспективных проектов строительства ГЭС является Казарманский каскад ГЭС. Установленная мощность почти 1200 мегаватт и среднемноголетняя выработка 4 миллиарда 600 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Расположена между притоками Нарына реки Алабуга и реки Купомерен. Одним из перспективных проектов строительства ГЭС, это уже следующий слайд, девятый, является строительство от Башинского каскада ГЭС. С установленной мощностью 132 мегаватта. Он в верховьях Нарына расположен. Следующий слайд. Он касается ВИА, возобновляемых источников энергии. Кыргызстан обладает огромными запасами, в основном гидроэнергетические. Дополнительные энергоресурсы могут быть преумножены за счет использования энергии Солнца, ветра и биомассы. Гидроэнергетический потенциал малых рек и водотоков составляет порядка 5-8 миллиардов киловатт-часов в год, из которых Республика использует, к сожалению, на сегодняшний день менее 1%. Потенциал солнечной энергии по территории Республики составляет около 500 миллионов киловатт-часов. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния – это 2100, почти 3000 часов в год. Исследование потенциала энергии ветра показывает, что страна располагает потенциалом ветровой энергии со скоростями ветра от 4 до 5 метров в секунду. Предварительный ветровый потенциал составил 44,5 миллиона киловатт-часов. Эти данные в дальнейшем также требуют уточнения с использованием современных методов строительства ветряков на высоте от 120 до 140 метров. Следующий слайд. В настоящее время в Кыргызстане эксплуатируется 16 малых ГЭС. 9 входят в состав АО Чакангэс, они были построены еще в советское время. И порядка 7 – это малый ГЭС, уже построенный с участием частного капитала. Слайд следующий. В Кыргызской республике создана нормативная правовая и законодательная база в области развития возобновляемых источников энергии. Кстати, мы анализировали подобное законодательство наших соседей. Мы с гордостью можем сообщить, что одним из самых либеральных законопроектов является у нас, действующих законов вернее. В 2008 году был принят закон Кыргызской республики о возобновляемых источниках энергии. И согласно этому закону используется, вернее, установлено ряд важных преимуществ, создающих благоприятные условия для привлечения инвестиций. Таких как право на гарантированное подключение к энергетическим сетям установок, использующих возобновляемые источники энергии. Право на гарантированное приобретение распределительными электроэнергетическими компаниями всей произведенной энергии. Период действия фиксированного тарифа сроком до 8 лет со дня ввода в эксплуатацию установки, использующей ВИЭ. Более того, мы идем на увеличение этого срока. Сейчас разрабатывается законопроект, который увеличивает этот срок до 10 лет. Отмена лицензирования деятельности связана с использованием возобновляемых источников электроэнергии. Слайд 13. Также, согласно закону АВИЭ, производителям, использующим ВИЭ, установлены фиксированные тарифы. Я вот некоторые из них перечислил. Вы видите на слайде. Энергия воды, то есть малый газ, это 2,1 коэффициент используется. Энергия солнца, это 6. Энергия ветра, 2,5. Энергия земли, 3,35. Ну и энергия биомассы, 2,75. Это является инвестиционно привлекательными тарифами на сегодняшний день. Также активно ведется работа по развитию возобновляемых источников энергии, в частности строительства малых газ, где впервые, вот я возвращаюсь к тому, что через все мое выступление уже несколько раз проскакивало, впервые за всю историю страны проведен международный тендер на 11 перспективных створов малых газ. И, как я вам сказал, мы его удачно провели. Две компании оказались победителями, одна из за рубежа. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что, безусловно, у нас остается еще много серьезных нерешенных вопросов и проблем. Но благодаря нашим усилиям в энергетике, настойчивости и упорству в решении поставленных задач намерены начинать воплощаться в жизни. Мы предлагаем компаниям из Соединенных Штатов Америки рассмотреть возможность сотрудничества в реализации проектов в энергетической сфере. На этом мне позвольте закончить и при этом все-таки добавить еще пару слов в рамках своих полномочий нашего комитета. Возможно, у меня сегодня не хватило бы времени, но Кыргызстан также обладает большим потенциалом в недропользовании, уважаемые коллеги, уважаемые участники форума. Мы открыты для сотрудничества. Хотел бы вам сообщить, что согласно исследованиям независимой компании NRGI, по итогам исследования за 2016 год, по вопросу, по критерию открытости и прозрачности лицензирования в недропользовании, Кыргызстан из 89 стран занял шестое место. Поэтому мы считаем, что у нас одно из самых на сегодняшний день действительно прогрессивных законодательств, также в области лицензированного недропользования. Приглашаем вас. Осталось дело за малым. Приходите, мы создадим все условия и будем работать вместе. Спасибо большое. Спасибо огромное, Душевик Текшевик Бекович. Вчера у наших делегатов было очень много вопросов, как у нас бизнес-сообщество и частные компании работают с государственными органами. Мы похвастались, что у нас очень тесные отношения со многими государственными органами. И был большой акцент на то, что именно в руководящих должностях у нас сидят очень прогрессивные руководители, которые готовы и открыты к диалогу именно с иностранными инвесторами. Я бы хотела пригласить директора Государственного агентства по привлечению инвестиций и экспорта Урусбеку Аланбеку Аслабековича для приветственной речи, также для презентации. Вы пока будете идти, я дальше продолжу. Агентство по привлечению инвестиций является одним из наших основных партнеров именно для бизнес-сообщества. И это тот орган, который помогает именно в привлечении инвестиций, также помогает построить вот этот диалог как раз-таки между иностранными инвесторами и местным бизнес-сообществом. Спасибо. Дорогие гости, я, наверное, свою презентацию буду делать на английском языке, потому что она по большей степени именно адресована для наших иностранных гостей. Итак, первое, я бы хотелось бы приветствовать наших партнеров, которые приехали из Украины, которые representают компании Украины. И давайте я вам рассказать вам об этом инвестиционном климате в Кыргызской републике, реформы, которые были сделаны в последние годы, и возможности, которые мы имеем в нашу страну. Итак, Кыргызстан, Кыргызстан, located in Central Asia, population of the Kyrgyz Republic is 6 million people, our capital is Bishkek City, state language is Kyrgyz, and we have official language, Russian language. Итак, если мы возьмем макроэкономические индикаторы, я начну с ВВП, из этого графика вы видите, что наблюдается постепенный рост ВВП в 2016 году, он составлял 6,6 миллионов долларов. Что касается ВВП на душу населения, вы видите информацию по 2016 году, составлял цифру, отмеченную как раз вот на этом графике на экране. Структура ВВП состоит из вкладов из производства, сельского хозяйства, строительства и других секторов экономики. Далее идет информация по поступлению средств. 1 миллиард 500 тысяч 703 миллиарда долларов США. Я не ошибся, эти инвестиции в основном пришли из Китая, России, Турции и Британии. Это была информация по зарубежным инвестициям. У Кыргызстана есть несколько торговых режимов. У нас режим свободной торговли с бывшими странами СССР, ВТО – это наиболее благоприятное отношение. И начиная с 2016 года мы работаем на основе систем преференций с Евразийским союзом. Кыргызстан является членом нескольких мировых всемирных организаций, таких как Международный банк реконструкции и развития. Мы работаем с организациями ООН, Лига, другими банками и организациями. Поэтому Кыргызстан, еще повторяю, находится на перекрестке между странами Центральной Азии, Китаем и Россией. И мы являемся практически первой точкой входа в регион Центральной Азии для Китая. И здесь мы можем сказать, что у нас очень хорошее географическое положение. Другие вещи следует упомянуть. В 2015 году Кыргызстан стал полным членом Евразийского экономического союза. И мы расширили свой рынок до 180 миллионов человек, которые дают новые возможности для инвесторов. И в 2016 году мы получили GSP плюс статус. И это открывает новые возможности для экспорта, для большого количества товаров, которые пойдут без налогообложения. У нас пять свободных экономических зон в Кыргызской республике. Эти свободные экономические зоны предоставляют привилегии для инвесторов. Например, упрощенная регистрация и упрощенное закрытие бизнесов и предприятий. Частичное освобождение от налогов и от таможенных сборов. Также эти свободные экономические зоны дают возможность нашим инвесторам в отношении доступа к всей необходимой инфраструктуре. Такой инфраструктуре, как электричество, вода, водоснабжение и другим инфраструктурам. И очень важное, я упомянул самые важные моменты, как вы услышали, у нас есть много возможностей в секторе энергетики. И по некоторым секторам я просто дам немного дополнительной информации. Один из важных секторов – это сектор строительства. Почему мы обращаем на него внимание? Мы хотим показать, что этот сектор является примером нашей экономики. В течение лет независимости наша экономика стала более мобильной, более адаптивной, то есть приспосабливающейся, адаптирующейся к ситуации работы во времена кризиса. И на основе примера строительного сектора мы сравниваем ситуацию с соседними странами, у которых сектор строительства очень сильно сократился, в то время как наш сектор вырос, и цены, и стоимость за квадратный метр нового жилья не сильно снизилась, как в соседних странах. В этом секторе у нас постепенный рост идет, и это один из индикаторов мобильности нашей экономики. Что касается сектора туризма, здесь я хотел бы подчеркнуть важные моменты, которые я уже обсуждал с нашими партнерами из Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что самым важным в этом секторе является то, что у нас очень чистая экология, у нас очень красивая природа. И в Кыргызской республике, я бы сказал, не преувеличивая, что у нас есть прекрасные, очень красивые виды, ландшафты, и три из пяти самых высших пиков горных находятся в Кыргызской республике. У нас прекрасное озеро Иссыкуль, это второе по величине горное озеро, после озера Титикака. У нас уникальный горный климат, и это горно-морской климат, поскольку это озеро окружено горами. В целом, в стране резкоконтинентальный климат, и многие скажут, что это не очень удобно, потому что людям приходится часто менять одежду и приспосабливаться к меняющимся сезонам. Но с моей точки зрения, этот острорезкоконтинентальный климат позволяет нам почувствовать красоту всех сезонов во всей их экстремальной красоте. И это замечательная возможность для тех людей, которые хотят не только работать в Кыргызской республике, но также и жить, и быть активным в своей жизни, с активной позицией. Сектор энергетики. Я уже отмечал, что касается перерабатывающей промышленности. Здесь я хотел бы обратить внимание на швейную и текстильную промышленности. В прошлый раз я обсуждал этот сектор с нашими партнерами из Соединенных Штатов Америки. И я хочу сказать, что в этом секторе много возможностей. Сейчас различные министерства, ведомства стараются привлечь инвесторов именно в этот сектор, потому что здесь у нас хорошая рабочая сила. Здесь у нас есть условия для выращивания хлопка в стране. И у нас также есть люди. И есть предприятия, которые уже наработали опыт в этом секторе. И люди из соседних стран говорят, что наши товары, швейные изделия очень высокого качества. Здесь я представляю на этом слайде сектор сельского хозяйства. Самым важным вопросом является, что мы сейчас экспортируем только 10% переработанных сельскохозяйственных товаров. И 90% экспортируются в виде сырья. Таким образом, огромный потенциал для переработки имеется в стране. И природа дает возможность выращивать очень чистые органические продукты. Здесь, в этом секторе, инвесторов ожидают огромные возможности. Что касается нашего законодательства и законодательной базы, у нас самая благоприятная база по отношению к работе зарубежных инвесторов. И инвесторы, которые приходят в нашу страну, получают одинаковые права с местными предприятиями. И это равенство дает больше возможностей для зарубежных инвесторов. И зарубежные инвесторы получают доступ без ограничений во все сферы в Кыргызской республике. Поэтому у нас есть гарантированное движение инвестиций. У нас есть система возмещения, свобода денежных транзакций, защита прав зарубежных инвесторов существует согласно законодательству. И, как я уже говорил, у нас самая благоприятная система налогообложения в регионе по сравнению с нашими соседями. Вы видите статистику налог на прибыль 10%. То есть, вот все эти цифры значительно ниже, чем у стран-соседей. У нас очень низкая стоимость на электричество, и это очень важно для производителей. Тариф составляет 0,3 цента. У нас достаточно низкие зарплаты в Кыргызской республике, относительно низкие зарплаты, почти в два раза ниже, чем в России и в Казахстане. Итак, мы подчеркнули семь основных причин, почему наши зарубежные партнеры должны инвестировать в Кыргызской республике. И мы знаем, что в мире большая конкуренция имеется за инвестиции. Поэтому здесь, в Кыргызской республике, Зарина сказала, что у нас правительство, политика государственная, она открыта для инвесторов, она ориентирована на инвесторов. И наши предприятия, наши бизнесы принимают участие во всех наших мероприятиях, во всей нашей деятельности, и они принимают участие в разработке политики, которая потом работает в Кыргызстане. Наши министры на ежедневной основе встречаются с представителями бизнеса, деловых крудов, и выслушивают их рекомендации, узнают об их проблемах для того, чтобы изменять политику в нужном направлении. В 2015 год мы получили рейтинг из двух агентств B-Stable и B-2-Stable. Регистрация предприятий, регистрация бизнеса. Наш замминистра сказал, что очень короткие, 5 дней требуется для регистрации предприятия. У нас имеются сырьевые материалы для переработки, высокий потенциал для развития туризма, прекрасные природные ресурсы и хорошо подготовленные человеческие ресурсы. Все эти 7 преимуществ делают нашу страну привлекательной страной для инвесторов, для новых партнеров. У нас наше агентство, которое отвечает за привлечение инвестиций, за продвижение экспорта, мы готовы создать мостик между вами, местными партнерами, зарубежными партнерами и нашим правительством. Мы предоставляем услуги, которые, например, информацию, общую информацию, статистические данные, мы также даем правовую, юридическую консультацию по законодательству. Мы предоставляем доступ к государственным органам по всей территории страны. Мы помогаем установить связи с местными партнерами, и мы будем оказывать вам помощь во всем вашем сотрудничестве с органами местного самоуправления. Если у вас будут возникать проблемы или споры с органами местного самоуправления, мы обещаем оказывать помощь в решении этих проблем. И если у вас будут проблемы, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы готовы вам оказывать помощь. Большое вам спасибо за внимание. И мы готовы сотрудничать с вами, как сказали мои коллеги ранее. И у нас есть конкретные проекты, которые вы захотите реализовывать в Кыргызской республике. Мы будем оказывать вам во всех ваших шагах в Кыргызской республике. И, как сказал заместитель министра, наше агентство, министерство экономики, правительство, мы готовы сотрудничать по этому вопросу. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Добро пожаловать в Кыргызскую республику. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Мы знаем автобиографию, и, скорее всего, у него есть какие-то корни, которые происходят из Турции, может быть, как-то связаны с Центральной Азией. Сейчас поэт Руми, который очень хорошо известен в Соединенных Штатах Азии, у нас есть компания Кока-Кола, еще один популярный напиток – это йогурт, который фактически исторический продукт кочевников. Вы, если пойдете на базар, увидите продукт, который называется курут, который часто используется для производства йогурта. Кыргызстан находится на перекрестке дорог, которые являются исторически шелковым путем. И сегодня мы хотели бы создать цифровую шелковую дорогу, шелковый путь, который будет соединять страны, как старый шелковый путь соединял разные страны мира. Мы создали наш продукт «Тазаком». У нас было уже две кратких презентации, которые я сейчас покажу вам. Но я хочу показать, что Кыргызстан сейчас планирует построить экономику, которая будет основана на знаниях, на инновациях, на интернете, на технологиях. И при помощи этих инструментов наша основная цель будет улучшить условия для населения, проживающего в Кыргызстане, а также для бизнесов, для того, чтобы создать благоприятную среду для деловых партнеров, для того, чтобы они работали в Кыргызской республике. И мы с удовольствием будем ждать вашего вклада, вашего участия в развитии бизнеса в Кыргызстане. Спасибо. Кыргызстан 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 Тазаком Кыргызстан Тазаком Кыргызстан 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 Правительство Кыргызской Республики, Министерство экономики Кыргызской Республики, Агентство по привлечению инвестиций и экспорта Кыргызской Республики, посольство США в Кыргызской Республике, посольство Кыргызской Республики в Соединенных Штатах Америки, также всем нашим партнерам, которые помогли реализовать приезд, визит торговой миссии в Кыргызской Республике. Я бы хотела перечислить, это банк Компаньон, Демирбанк, КСБ, компанию Кока-Кола, банк Финка, компания Интегра Инженгиднир и, конечно же, отель Хаят. Но самый главный орган, которого стоит поблагодарить за все, что было сделано за их труд, который был проделан за последний год, чтобы реализовать данную поездку, реальность. Это, конечно, Американо-Кыргызскому деловому совету и, в первую очередь, исполнительному директору данного органа, это Елене Сон. Я бы хотела обратить ваше внимание, что мы чуть-чуть вышли из графика. Несмотря на это, мы ровно в 11 начнем следующей сессии. У вас у всех есть брошюрки с детальной информацией про каждую компанию. Следующая секция полностью будет посвящена американским компаниям. Представители, делегаты наших компаний присутствуют здесь. Следующей сессией будет модератором выступать у нас и исполнительный директор Американо-Кыргызского делового совета Елена Сон. И большая просьба вернуться в зал в 11. Еще раз добро пожаловать нашим делегатам и всем желаем продуктивного форума. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.